Привет! Давно с тобой не виделись и повод для этого видео ты, собственно говоря, прочитал уже в названии. То есть мы сегодня будем собирать компьютер, причем не полноценный какой-то там системный блок, да, а полностью вообще все. То есть вместе с экраном, вместе с колонками, вместе со всем. Вот, и как все начиналось? Начиналось все достаточно просто. То есть у меня родственники решили купить компьютер для ребенка, для того, чтобы учиться ему надо было. И, собственно говоря, чтобы он все потянул. То есть там был какой-то бюджет, да, но я, во-первых, посчитал, что надо немножко из этого бюджета сэкономить, купить немножко все. Не такое, как можно было бы, с одной стороны, а с другой стороны надо было просто, ну, реально взять то, что можно будет потом немножко улучшить. То есть я потом в дальнейшем вам расскажу, о каких деталях я так сделал. И почему я так сделал, я уже, опять же, повторюсь сразу, потому что надо было немного сэкономить денег. Вот. То есть общий бюджет вышел один. В общем, ну, я не считаю, что там плохие реально компоненты, которые я набрал. В общем, сегодня у нас, получается, мы снимаем это 6 число, то есть 6 августа. Сегодня, собственно говоря, должна быть доставка. Причем доставка реально очень странная. То есть я заказал все детали, да, то есть там даже клавиатура с мышкой, все остальное. Ну, вот. Мне позвонил менеджер, собственно говоря, уточнил, что той клавиатуры, которую я заказал, нету, хотя показывал, что ее там на складах полно, на складах. Вот. И даже в магазинах каких-то она есть. Короче, менеджер мне магазин CityLink. Почему вы так делаете? Я вообще не понимаю. То есть мне позвонил менеджер, говорит же, типа, эта клавиатура нет наличия, хотя на сайте показывается, что она есть. Ну, и, собственно говоря, предложил заменить ее на какую-то другую, собственно говоря, сказал мне артикул. Я посмотрел по артикулу эту клавиатуру, в принципе, понял, что это почти то же самое. То есть там только дизайн немного другой. Вот. А там тоже с подсветкой, со всей херней. Вот. И, собственно говоря, одобрил ее. То есть стало немножко подешевле даже еще, что, в принципе, меня порадовало. Вот. И, собственно говоря, они сказали, что, типа, при оформлении заказа, то я оформлял его, по-моему, первого числа. Вот. И должны были привести четвертого. Нет, второго. Второго числа я его оформлял. И, собственно говоря, должны были привести его четвертого. Но в связи с тем, что мы заменили клавиатуру, типа, короче, все компоненты не успевают привести. И чтобы все доставить вам одной, короче, доставкой, то есть в один день. Вот шестого числа. Хотя, собственно говоря, четвертого числа уже было написано, что весь товар в сети Линки. То есть, все уже подвезли, все можно было привезти, соответственно, четвертого. Короче, менеджер тупой какой-то оказался. И, собственно говоря, сегодня шестой, сегодня ждем доставку, будем смотреть, что привезли. Я вам все, естественно, покажу, мы с вами подсчитаем, сколько это все стоит, я назову бюджет. И, соответственно, понятно, что системник будет стоить дороже, господи, дешевле, чем тот бюджет, который у нас есть. Потому что, получается так, что в него просто вошли еще и монитор, в него вошли колонки, клавиатура с мышью. То есть, если, например, собирать только системник, то можно было бы уложиться в эту же сумму, но взять компоненты получше. Но получилось так, как получилось. Я считаю, что это тоже неплохо, это будет офигенная сборка, все остальное, потому что этой сборки хватит реально года на 4-5 лет. Причем, ну, года через 3, конечно, через 2, я думаю, что можно будет уже что-то заменить, но об этом потом. Вот. Поэтому все, ждем доставку и будем смотреть, что нам привезли, все остальное. Погнали. Совсем забыл маленькое объявление. Подписывайтесь на мой обновленный инстаграм, там, потому что раньше был старый аккаунт, где опубликовалось абсолютно все, все такое. Короче, его теперь больше нету, аккаунт обновлен, теперь там будут, собственно говоря, публиковаться только темы, которые относятся к видео на канале, которые будут выходить, там, различные гаджеты и все остальное. Короче, подписывайтесь заново, буду всех там ждать. Ну, а мы продолжаем ждать курьера, время, кстати, уже 15.01, поэтому счет сегодня не задерживается. Но я думаю, что должно быть все хорошо. То есть, должны будут привезти все. Они сами это выбрали, то есть, всю доставку всех сразу товаров, которые я заказал в один день, поэтому я здесь ни при чем, ждем. Ну, собственно, что, вон, приехала. Все привезли в одной коробке, вот в этой, которая мне, кстати, поможет, как раз будет под мусор, под все остальное. Короче, моник вот такой вот взяли. Вот, колоночки там, свеновские. Собственно говоря, корпус. Ну и тут все остальное. Короче, это сейчас будет очень долгое видео, поэтому готовьтесь. Будем с вами со всем этим разбираться, все это смотреть. Вот так вот, такие вот дела. Ну и так, клавиатура у нас тут, вот эта вот геймерская, о-клик, все такое, мышка тоже. Все, погнали собирать. Ну что, начнем распаковку мы с корпуса, потому что это же у нас основа, куда мы будем все, соответственно, собирать, ставить и так далее. Поэтому надо нам вот это смотреть. Ну вот, как он выглядит. Ну и, соответственно, доставать, потому что мы же будем в него все оставлять. Логично. Так, он у нас, походу, морда сюда, да? Как быть, это да. Вот так еще не подцепишь у него, прикинь. Брал я его, соответственно, сами понимаете, без блох питания. Ну, потому что, ну, уже блох питания, мы его уберем, так же говоря, отдельно. У нас есть отдельный блок питания, поэтому, зачем нам корпус с блохом питания, непонятно. Там сеточка пыльная, пылевик, точнее, пылевой фильтр. Вон, там не видно нифига. Ну, короче, вот так вот он выглядит. Ну, слушай, прикольно смотрится. То есть, я думал, будет прям... Короче, не знаю, нет, ну, похоже качество, я ожидал, а это прям Майя Ракула, он прям хорош. Реально хорош. Ну, собственно говоря, такой вот он. Спереди два USB 2.0, один USB 3.0, наушники, микрофон, кнопки, соответственно. Включение, Reset. Тут, не знаю, наверное, может цвета индикаторы жесткого диска. Сверху ничего. Тут, собственно говоря, тоже ничего. То есть, вот здесь, наверное, CD-ROM можно поставить. Но я его не стал брать. Вот, сеточка у нас что-то кривоватая какая-то. Но это мы поправим. Сеточка, конечно, крепится. Вот, крепление сеточки, это пипец. Серьезно. Ладно, я этим сейчас отдельно займусь. Так, ладно, погнали распаковывать все остальное и смотреть корпус внутри уже на столе. Так, ну что, собственно, давайте откручивать стенку. Сеточку я уже здесь поправил, поэтому там все нормуль. Откручивается все достаточно просто. Никаких я не стал брать специальных вентиляторов, ничего такого. Вот, потому что это все не нужно. Это все, собственно говоря, лишнее. Так, уже зачем нужны все эти дотантные вентиляторы и все остальное, не ясно. Так, здесь у нас, собственно, все стяжкой прикручено, примотано. Скрытый отсек под блок питания. Под питание все кабеля и все остальное. Кабель менеджмент здесь можно назвать прикольный. USB 3.0. А, ну у нас вот тут кулер есть, собственно говоря. Спереди нету. Спереди, да, только сеточка. Тут панелька, соответственно, сверху действительно DVD-ROM может быть. Сюда можно водяное охлаждение вкорячить. Что, неплохо. Очень даже неплохо. Мне очень даже симпатичен этот корпус. Вот, это что у нас такое? А, это, собственно говоря, Морексовское, ну или трехконтактное трехпиновое питание под вентилятор. Так, окей, с корпусом все ясно. Поэтому, в принципе, пока что мы с вами что будем делать? Правильно, мы будем распаковать все остальное и смотреть, соответственно, что же там. А, ну и цены, да. А, сейчас я вам буду озвучивать цены, потому что это, да, где там юная дырка-то работа. Потому что цены важны. В общем, все вместе взятое. Там у нас монитор, колонки, клавиатура, мышь, вся начинка. Я не понял, что у них. Это пипец. В общем, собственно говоря, весь комплект, который у нас нужен для системника. Вот, все это обошлось в 46 тысяч. Вот, поэтому сейчас я открываю цены и на все вам говорю, что, сколько стоит. Текст, собственно говоря, погнали с мелочей. Будем начинать. Это вот с этой пачки. SSD-ка. SSD-ка стоит у нас 1690. Дальше. Оперативка. Оперативка у нас стоит, сейчас скажу, 3430. Жесткий диск Toshiba на, собственно говоря, терабайт. Я брал такой же, как и у себя, потому что офигенно себя это зарекомендовал. Отлично работает. Вот он у нас стоит. Так, он у нас стоит 2 990. И, соответственно, блок питания у нас стоит 3140 рублей. 700 ватт, аэрокул. Ну, все такое. Короче, погнали скрывать блок питания. Вот. Сейчас мы это все будем скрывать потихоньку. Потом, соответственно, будем это упаковывать в корпус, вставлять и все остальное. Как я до этого собирал компьютер, я вам, собственно говоря, уже показывал не один раз. Поэтому мы будем поупрощенной, по ускоренной этой программе. Вот. Питания. Аэрокул, бумажки наслечают. Собственно говоря, провод подключения. Это хорошо. Кобеля у нас не отсоединяющиеся, что, в принципе, для такой ценовой категории достаточно нормально. То есть, ох, как он воняет, ребята. Вы себе не представляете, как он воняет. Ну, воняет, в смысле, я имею в виду этими новыми компонентами. Воняет, собственно говоря, новыми компонентами. Ну, то есть, выглядит он достаточно, кстати, неплохо. Вот. Да, пахнет он. Ах, фух. 700 Вт выдает в пике. Вот. Ну, в принципе-то огонь. Внутри даже, вот, можно посмотреть на качество деталей, детали хороши. То есть, я не вижу, где-то каких-то хлипких кабелей, чего-то такого. Здесь, собственно говоря, все, что нам надо есть. Окей. Вот питание у нас распакован, распечатан. И он будет ждать установки в корпус. Продолжаем с жестким диском. Тек. Это мы, собственно говоря, откладываем вот сюда, потому что мы это будем устанавливать. Корпус. Дальше. Начнем с жесткого диска. Так вот у нас это дело делается. Чтобы нигде он поврежден не был, там, знаете, типа, ну, бывает, замятые углы, вмятины. Нет, в принципе, все, огонь, смотрю. В хорошем достаточно состояние пахнет. Да, прикольно. Прикольно, когда вот эти новые детальки подванивают. 200 оборотов, 64 гигабайта буфер. Блин. Достаточно хорошая вещь. Цены я на них назвал. Вот, если что, сейчас списочком они у вас могут появиться, если я не забуду это сделать. На уши, если забыл, то извините. Оперативка. 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 Оперативка у нас, собственно говоря. Взял две планки. То есть в общей сложности у нас получается здесь, по-моему, 8 гигабайт. Да, то есть каждая по... По сколько? Каждая у нас. Одна песня должна быть. Две по четыре. Да, то есть каждая по 4 гига. Ну, я не стал брать 16, просто потому, что компьютер собирается ребенку. Вот. То есть компьютер собирается ребенку, до школы, соответственно, до всего остального. Поэтому я не стал заморачиваться. Да, DR4, LPX, VGN, собственно говоря, Corsair. Оператива хорошая. Но 16 гигов, это уж чересчур избыточное. Ну, он просто не будет заниматься такими задачами, которые будут требовать сток оператива. Поэтому это не нужно. SSD-шка Western Digital. Для чего я ее взял? Ну, вы, наверное, не глупые. Сами понимаете, для чего. Для того, чтобы правильно на ней Windows стоял. Потому что, ну, на HDD ставить же эту Windows, ну, это уже такое себе. То есть, собственно говоря, зачем ставить на Windows? Ну, вот прикольный такой, Remove Before Installing. А зачем? А что там? Интересно, а что там такое? Посмотрим. Посмотрим. Все, посмотрим. Коробочки все у нас уходят. Тут мы, кстати, тоже достаем. Складируем сюда. Потому что это все нам надо будет устанавливать. Вставляем его внутрь. Коробки все отправятся у нас в одну большую коробку, в которую, собственно говоря, это изначально все привезли. Пусть это будет действительно там. Мне это не особо надо. Вот. Это все распаковали. Самое главное, что еще забыл показать. Это процессор. Про него я, кстати, ничего не говорил. Но не надо сейчас только в комментариях говниться и все остальное. Процессор у нас Intel Core i3-9100F. То есть это вы сами, те, кто понимает, понимает какое-то поколение процессоров. Он, кстати, насколько стоил? Он стоил 6,290. Вот. То есть для эту материнку, собственно говоря, с этим сокетом можно будет взять потом более мощный процессор. Но когда деньги будут там просто у людей действительно денег не очень много. Поэтому мы экономно. Но вот взяли его, тем более девятого поколения. У нее также там 4 ядра, собственно говоря. А что еще больше надо-то куда? И этого хватит за глаза. Вот. Далее. Мы сейчас с вами будем, знаете, что открывать? Будем открыть как раз материнку и видюху. Сейчас я только вот это все поменяю и продолжим. Собственно говоря, видеокарта. GeForce GT 1030. Опять же, все по деньгам. То есть она у нас стоит 6,930. Нехило так она стоит. И материнка MSCI. Она у нас, собственно говоря, сколько стоит? 6,500. Вот. B360, а Pro. Материнка на самом деле хорошая. Так, ну мне ничего плохого нет. Погнали открывать видюшку. Пломбочки. Нам важно, чтобы были пломбочки, потому что... Ах, вот этот звук. Сейчас у меня аж мурашки побежали. Так. Хуево мое. Я с тобой не буду. Попаться. Ты смотри, какая видюха. Заглушка для DVI-порта. И HDMI, кстати. На секундочку. То есть видюшка с HDMI-портом. О! Тут еще заглушка на PCI-Express. Да ладно, давно Asus стали. Это, кстати, видюшка от Asus. Вот тут прям видно. Вот. Видюшка от Asus. Интересно, давно не стали так это поставлять? Ни хрена себе. Я сейчас впервые просто это увидел. Обалдел. Вот это да. Так, а что там еще в комплекте? Что-то же там еще должно быть, нет? Э! То есть тут в коробке. Ну, раньше, знаете, да, диск с драйверами складировали. Тепи. Он есть. Тут есть диск с драйверами. Да. Но у нас компьютер без диска, поэтому мы будем драйвера качать так. Ну, как обычно, собственно говоря, книжечка с инструкцией и драйвера, которые нам не нужны. Все будет скачано с интернета. Вот. Поэтому Переходим к распаковке, собственно говоря, материнки. Собственно, материнка у нас бесплом. Вот. То есть Открываем первый раз при вас. Сразу лежит одна. Материнка хороша. Материнка. Я уже говорил, сколько она стоила. Поэтому повторяться не буду. 6500 она стоила. Да твою мать, что за скотч такие стали делать? Крем оттуда отдерешь. Так. Материнка. Ну, огонь. Что-то там, вот я, кстати, в отзывах смотрел, говорят, типа, тистолит. Нет. Нормальный текстолит. Вообще прям офигительный. Да. Огонь. Вся экспресс-пауэр. Кстати, многие спрашивали. В отзывах, типа, говорят, а зачем вот этот вот разъем дополнительный. Для того, чтобы, если у тебя на видюшку питания не хватает, ты вот сюда втыкаешь, короче. Точнее, как. Если у тебя в видеокарте нету, собственно говоря, дополнительного питания разъема, дополнительного разъема питания, все прибрал, то ты, соответственно, втыкаешь в материнку, и материнка через PCI-Express подает то самое нужное питание. Не, мать хорошая. Слушай, прям, прям вообще выглядит огонь. DVI-ка. DisplayPort. USB Type-C, на секундочку. Это что? USB 3.0, наверное. Еще пара USB 3.0, интернет, звуковушка. Еще и даже PCI-PS пополам сделан. Так, давайте посмотрим сокет вместе с вами. Потому что бывает такое, знаете, что гнутые могут ножки быть. Нет, тут все. Все огонь. С ножками все огонь. Так, материнка. Идет пока сюда. Смотрим, что у нас тут еще в коробочке. Диск с драйверами. Твою мать, но здесь, да, здесь без CD-ROMа никак. Но у меня, кстати, он есть, поэтому на время мы его вставим. И, собственно говоря, будет все огонь. И салта кабеля. Флажка. Это нам нужна диск с драйверами. Мы возьмем. Это что такое? Thank for choosing MCI продуктов. Конечно. Все хорошо. Так, а тут стикер MCI. Это я возьму. Так. На это что? Кейс. Это не важно. Здесь, собственно, круг installation guide. То есть, как ставить кулера. Да? Нет? А, это, в принципе, круг installation guide. То есть, раньше, короче, была прям целая книжка, ребят. Помните? Я не знаю. Я буду сюда вставлять, не буду. Раньше была, короче, прям целая книжка по материнке. И там, соответственно, можно было с вами прям взять и посмотреть дотошно распиновку разъемов. Собственно говоря, всю инструкцию, что да как. А сейчас вот, просто взяли, тебе напечатали. Типа говоря, так вот ставишь процессор, устанавливаешь. Либо AMD, либо Intel. Вот так вот устанавливается вместе с кулерами. Здесь что? Здесь различные варианты крепления, как оперативка вставляется. Вот, собственно говоря, распиновка KDD LED и Power. Это нам пригодится. Это я оставлю, убирать не буду. Вот. Собственно говоря, все. С этим у нас все. Теперь, дальше. А дальше? Ну, иначе, пойдем посмотрим. Ну, иначе, пойдем посмотрим на монитор. Потому что это нам действительно важно. Вот. И Моник у нас, кстати, я взял АОС или ЛОС, как его все называют. Модель Е2270SW. Он у нас стоил 5,560. То есть, в принципе, не дешевый монитор. Поэтому сейчас будем на него смотреть. Будем с вами, собственно говоря, на полу распаковывать монитор, потому что на столе места маловато и неудобно. фирменный скотч АОС. То есть, это говорит о том, что типа не вскрывалась коробка. Но, да, лоточка у меня вскрывалась. Значит, мы будем смотреть на коробку. Да, и сюда. Всегда самая важная часть в таких моментах – это смотреть, что я снимаю. Так, тут нужен набор проводов, кабелей и подножка. Подставка, точнее. Это good. Сам монитор, собственно говоря, здесь. Мы тоже достаем. Там еще у нас подставка ждет. Кто-нибудь дождет. Сейчас мы будем. Ясно, понятно. И зачем-то диск с драйверами на монитор. Не знаю зачем. Все, собственно говоря. Перемещаемся обратно на стол. И смотрим монитор покрупнее. Во, собственно говоря, проводки, которые нам не нужны, мы убираем. Которые лишние здесь вообще лежат. Собственно говоря, кабель питания для монитора. DVI для монитора, опять же. И подножка, которая у нас собирается, наверное, вот так. Да, все. То есть, чтобы ее вытащить, надо вот здесь потом такой чпонь. Короче, я не буду вытаскивать. Все, она встала и хрен бы с ним. Ух, как она тугая. Елки. И тугая подножка. Так, ладно, погнали смотреть на сам экран. Он у нас как тут открывается? Он легкий такой, я принес. Мне, кстати, интересно диагональ. У него 21,5. Мне интересно соотнести его с моим монитором. Вообще один в один. Вообще один в один, слушай. Охренеть. Ну. Пылинки тут в мониторе. Ну, собственно говоря, вот так вот он выглядит. Собственно говоря, DVI. Питание. Подножка. Подножка просто хорошая. А, ясно, смотри. Все. Монитор собран. И вот в чем у него преимущество. У него, видите, матовый экран. То есть у меня Пакард Белл Маэстро, у него, собственно говоря, получается экран не матовый, а глянцевый. И это, типец, это вот он. Так, ну, регулируется достаточно туго. Но регулируется угол наклона маленький. Но регулируется так, как... Где кнопки питания, кстати, управления? Кнопка включения только вот одна. А, и все, что ли? Серьезно? У него кнопки настроить нет? Я же монету этот пошатал чуть-чуть. А вот это что? Серьезно? У него нету кнопок настроек? Тону нафиг. Ты прикинь, у него, короче, нет кнопок настроек. Главное, с монитором мы разберемся, когда, собственно говоря, комп уже поставим. Настраивать будем. Запускать. Короче, я не нашел кнопок настроек. Это меня удивило. Да ладно, я что, так можно? Вот. Теперь у нас осталась распаковка колонны клавиатуры мыши. Это, собственно говоря, будет у нас потом. Сейчас мы будем все это собирать воедино. И как только соберем системник, корпус, все внутрь, тогда, собственно говоря, приступим к периферии. Погнали. Я, короче, подумал, что снимать весь процесс, как я все это собираю, это долго, нудно и бестолково. Поэтому увидите уже все то, когда будет собрано внутри. Да. И когда, собственно говоря, будем настраивать винду. Ну, я вам покажу, естественно, как я все собрал, потому что много же сидит тут в интернетах перфекционистов. Поэтому не переключаемся, ребят, сейчас все будет. Так, ну что, давайте, наверное, распакуем колоночку. Посмотрим на них, проверим, слушаем, как все такое. Вот это тоже у нас, естественно, интересный момент. Да. Нужно ставить вот еще и полочку. И достанем самбоуфер. Ох, увесистый. То есть не скажу, что легкий. Увесистый самбоуфер. Так, тут уже у нас, собственно говоря, проводочек есть. Да, одежки. Проводочек питания, кстати. Так, что у нас здесь, смотрим. Здесь у нас, собственно говоря, все просто. Тут классный стикер, так отвеянный. Почему нужен неясный. Короче, входы, выходы. Передняя панелька. Собственно говоря, пленки. Приклеена. А, панелька глянцевая, потому что поэтому пленка была приклеена. И причем у нас остается еще вот здесь пленка. А, не пленка. Там вот такая. Ой, какие кнопки дешманские. Ёла-моё. Так, а на этой панели-то что? Я вижу, что пленка есть. Добрать-то, я не понимаю. Нужно. Вот. Все. Приклеена фиговенька панель вот эта. Прям вот вообще фиговенька прям. Ну, вот здесь сэкономили в этом моменте. Но зато, чем прикольнее сабвуфер, в него можно вставлять флешки. То есть вот так. Ладно. Сейчас погнали подключать все и смотрите. Так, ну и собственно, что у нас было в коробочке. Собственно, две колоночки. Которые запакованы тоже в пакет. Колоночки сразу с проводами. То есть неотсоединяемые провода. И вот у нас видно, что открыт диффузор. Сам динамик. То есть детишки любят в магазинах вот в них тыкать пальцами. Протыкать их. И я бы этим детишкам, конечно, руки отрывал бы нахер просто. Ублюдки. Так, это одна колоночка. Давайте сразу достаем, смотрим. Вторую. Немножек деваем. Здесь все то же самое. Такая же колонка. С непродавленным диффузором пока что. Нет. Для колонки есть. И самый интересный пакетик у нас. Здесь, собственно говоря, AUX кабель. Я не знаю, почему его называют AUX. Так, а вот это провод на антенну похож. Да, это, скорее всего, антенна. Разберемся, для чего. То есть там есть FM радиус, судя по всему. Pemisonic. Сука, блядь. Ну надо же так было назвать, а? Ну блин, ну вообще. Вот это, это я не знаю. Это ржач. Так, и пультик. Пультик, благодаря которому можно управлять колонками, собственно говоря. Да, пультик. Пультик, которому пригодятся эти, собственно говоря, батарейки. Компания Swam. Ну вы бы серьезно, вы бы уж хоть не позорились вот такими батарейками-то? Они вообще не пипец, они невесомые. А, она еще, смотри, мягко продавленная какая-то тут все. Короче, кошмар. Просто хлам. Не батарейки, а хлам. Ну, на первое время для пульта пойдут. Вставили. Пемисаник, твою мать, блин. Ох, название. Пипец, конечно. Ну и погнали подключать и проверять, как оно все работает. Потому что нам это действительно важно узнать, работает и оно все вообще. И для чего там, кстати, белый провод, который похож на антенну. А я также думаю, что я и не буду гадать, а мы просто с вами перевернем сабвуфер и посмотрим. Потому что здесь уже все написано. FM антенна. То есть это в любом случае сразу сюда. И оно ловит, короче, FM-радио. А укс здесь у нас, собственно говоря, input, вход. То есть вход у нас логично через этот провод. И мне знаете, что самое важное? У Свена, у этой фирмы, есть, собственно говоря, болячки. Одна из них заключается в том, что когда ты включаешь колонки, в тумблер переключаешь, собственно говоря, появляется дичайший гул из-за того, что на плате стоят хреновые компоненты. И я не с первыми колонками уже сталкивался, которые у меня так гудели. Есть 2.0 система, она, собственно говоря, так гудит. Есть 2.1 системы, которые также гудят. Вот это как раз получается 2.1 система. Поэтому я надеюсь, они не будут гудеть, потому что если они будут гудеть, но стоим. Вы, короче, мало того, что с батарейками туда поссоритесь, вы поссоритесь еще и с колонками. Ах, ладно, погнали подключать, тестировать. Короче, что сказать, колонки работают огонь. В принципе, никакого була в звуке нету, то есть с этим все хорошо. Но меня что смутило, то что когда сзади сабвуфера выключаешь, собственно говоря, тумблер, он дает прям такой шелчок по всей электросети. СВЕН, новый пипец. Батарейки, главное, хорошо, что в пульте работают. Все, короче, осталось вкорячить туда винду, поставить древишки, все такое, и комп готов. Как бы это странно ни звучало, сейчас готовится флешка с виндой, готовится ключик, который я приобрел, кстати, на сайте. Есть хороший сайт, рекламировать его не буду, но, в общем, вы знаете, если погуглите, есть хороший сайт, где продаются дешевые ключи для винды. Там я этот ключик, собственно говоря, приобрел. Вот, все, погнали ставить винду. Ну, а что, это, собственно говоря, монитор АОС, тот самый. Вот, работает, все хорошо, все отлично показывает изображение. Мне он даже понравился больше, чем мой, который у меня тут тоже есть. Ну, а это, собственно говоря, комп внутри. Как я его собрал, вам, конечно же, ни черта не видно, но я сейчас покажу. В общем, смотрите, получается, здесь материнка, ведюшка, оперативка, все такое, провода проведены. Вот, тут под сеточкой и жесткие, и здесь вот SSD-шечка стоит, соответственно, вентиляторы, все крутится, все работает, все good. Вот, так что с этим проблем, как бы, нету. Так что, такие вот пироги, будем, крышку, заработать, безумно тихо. Ну, охренеть прям можно, но реально очень тихо работают, и это прям не может, не радует. Все, погнали, короче. Собственно говоря, дальше устанавливать Windows, который уже, кстати, установился круто, быстро, четко. Ну, что, собственно говоря, вот такая вот сборка вышла на, опять же, повторюсь, 46 тысяч, и, в принципе, это достаточно неплохо получить колонки, клавиатуру, мышь, которые я вам, кстати, не показал, но покажу сейчас обязательно, не забуду получить системник, получить, собственно говоря, монитор. Это достаточно очень, ну, неплохо, бюджетненько, но в целом неплохо у меня, кстати, установка драйверов идет. Вот, поэтому сейчас я, собственно говоря, закончу с этим, подключу клаву с мышкой и покажу, как они выглядят. Но это будет, опять же, не реклама, просто потому что из-за цены. Вот, цена, ну и плюс, там, игровой уклон, все такое, все это, собственно говоря, и есть, поэтому почему бы нет. Сейчас посмотрим на клаву с мышкой. И, собственно говоря, вот так вот выглядит клава, все одной фирмы, Оквик, вот, это, собственно говоря, и мышка. Вот так вот они, собственно, светятся, подсветка вот можно выбирать, как она будет светиться. Ну, и клава. Поэтому такие вот дела, ребята, я о чем могу сказать? Могу сказать, то, что сборка мне понравилась, я вернулся обратно в те времена далекие, когда я, блин, сэмотебривекался, все это собирал и все такое, и это было круто. Вот, то есть я все собрал, все настроил, вот он стоит, готовый. Так что, Моник мне понравился. Из всего вот этого мне очень понравился Моник, я хочу себе такой же. Он реально офигенный и, блин, он не клянцевый. То есть вот этот вот, это у меня Packard Bell обзор, у него, опять же, есть на канале, он из-за того, что он глянцевый экран, то есть стекло, и он отражает абсолютно все то, что есть, и это пипец как неудобно. А этот матовый, вот, поэтому я хочу себе такой же. Так что, такие вот пироги. Все, спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто ставит лайки. Ставь лайк, кстати, если понравилась такая сборка. Опять же, эту сборку я делал для того, чтобы можно было в будущем ее проапгрейдить. То есть там смело можно Core i5 потом поставить, хотя сейчас i3 его вот так вот за глаза. Можно потом видюшку поменять, все остальное. Вот, оперативы, в принципе, можно будет добавить, потому что там DDR4 стоит. И как бы по памяти, по всему остальному, ну, по, я имею в виду, постоянной памяти, да, по SSD-шке, по обычному жесткому диску этого достаточно, более чем за глаза. Поэтому, ребенку, господи, нафиг больше и не надо. Поэтому, так, я сделал такой выбор, ну, и плюс по деньгам, опять же. Вот, то есть, самое дорогое там, наверное, была материнка, потому что получилось так, что материнка реально на вырост. То есть, в нее действительно можно потом вопрос помочь не поставить, и видюшку поменять, и все остальное. То есть, дороже всего была из всей этой сборки реально материнка. У меня там просто закрытая, я хотел цену посмотреть. Вот, но, в целом, сборка, как мне кажется, очень хорошо сбалансирована. Вот, то есть, это не AMD какой-то еще, я AMD процессор, кстати, вообще, после времени ненавижу. То есть, только Intel предпочитаю. Поэтому, как-то так, такие вот дела. Все, до новых встреч, всем скоро увидимся. Пакеры. Больше, чем уверен, потом найдутся, блин, говнари, которые будут говорить, говно, сборка, херня, ты ничего не умеешь, ничего не... Кому, господи, там, что-то доказывать. Все. Субтитры сделал DimaTorzok